Многодетная мать лишилась четверых детей из-за того, что решилась заняться воспитанием старшей. Наталья Шивалдина решила наказать старшую дочь, 12-летнюю Марину. В качестве метода выбрала ремень. Избила ребенка так, что органы соцзащиты побоялись оставлять с ней и остальных детей тоже. Вот как описывает ситуацию сама мать. Марина у меня, вот старшая дочка, она взяла, значит, у меня телефон у мужа, увезла в школу и показывала там, значит, неприсновенные фотографии. Там из интерната перекачаны женщины в полуголом, раздетые в виде. Да так они там просто были уж сколько лет там. Я уж про них вообще забыл все. Значит, с тремя сюда учительницами приехала и говорит, проведите с ней вот объяснительную, разъяснительную работу. То, что так делать нельзя. Я ей по заднице ремнем кожаным, значит, два раза стукнула. И потом она, значит, убежала по комнате, и я ей попала уже по плечу и по рукам, по конечностям. У нас в детстве еще хуже. В углах стояли в школе, ты двойку пронесешь, ремня такого дадут, и сидишь. У нас неделями гулять не выпускали. Всех четверых детей из семьи забрали. Двоих, те, которые постарше, на время поместили в реабилитационный центр. А двое младших заболели ОРВИ и сейчас лежат вместе с бабушкой в больнице. Татария Шевалдина ходит их навещать. Двое деток, которые к нам поступили сюда, абсолютно не владеют даже элементарными социальными навыками. Он не может есть и не имеет представления бытовых приборов, то есть ложки-вилки, то есть ест руками. Вот, наверное, вот все-таки акцент мы должны делать на этом. На сегодняшний момент у нее очень серьезная психологическая травма. Работает с ней психолог, да, то есть, сами понимаете, одно дело – это ударить ребенка, другое дело – это жестокое обращение. Жестокое обращение, в первую очередь, очень серьезные побои, именно потеки, да, и как мама не отрицает, говорит о том, что она действительно била ее, и била и шнуром, да, и там, и всеми вещами такими. Девочка об этом говорить вспоминать не хочет. В отделе опеки Арзаманского района уже подготовили документы в суд на лишение родительских прав. И плюс к этому против Натальи Шевалдиной возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Если делать по контролю, то 11 ссадин по лицевой части девочки и 9 предположительно били ремнем с пряжкой. В данном случае другого пути у нас не было. А если бы на завтра она избила всех четырех детей, а мало ли этой пряжкой двухлетнему ребенку, так он не увернулся бы, как, допустим, 12-летняя девочка, что появилась другая проблема. Проблема, а где были вы? До тех пор, пока суд не примет решение в отношении Натальи Шевалдиной, дети будут оставаться в реабилитационном центре. Сама же мать намерена встать на путь исправления.